Девушки отдыхают Вот в том же цвете. Совсем как у тебя в руках. Но в том дешевле. Сможешь продать с наценкой. Вот женщина только что купила такой же. Хочешь? Хозяйка, я возьму десять таких. Хорошо. Качество не очень. Это явная подделка. Даже если подделка. В этой модели покупатели не видят разницы. Возьми и смешай с фирменными. Смотри, сколько заработаешь. Хозяйка, я возьму двадцать вот этих. Хорошо. Вы же. Да, спасибо. Вот. Я возьму фирменный товар. Конечно. Тонкая работа, хороший материал, качественный. Вещь очень удобная. А сколько пиджак стоит? Двести восемнадцать. Послушайте, если отдадите за сто пятьдесят, то мы возьмем. Ну как? У нас такая цена, потому что товар фирменный. Забудь. Эй, подождите. Я готова сделать скидку, но не могу уступить так много. Давайте я округлю до двухсот десяти. Послушайте, мы сказали нашу цену. Сто пятьдесят и берем. А иначе еще где-нибудь поищем. Вы посмотрите, какое качество. Пошив и ткань, просто загляденье. Нет, идем отсюда. Идем посмотрим, что продают на той стороне. Не хочет продавать, и ладно. Привет. Ты вернулся? Да. Как торговля? Это все, что мы заработали? Пойду за мопедом. Угу. Что? Опять сломался? Отдай его в ремонт. Хай Фэн, как жизнь? А? Линь, привет. Мопед сломался? Да, старая проблема. А это твоя машина? А? Только взял. Нравится? Эй, садитесь. Давайте. Подброшу вас домой. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Да не стесняйтесь, садитесь, садитесь. Нет, нет, спасибо. Точно? Правда, не нужно. Тогда я поехал. До свидания. Да. Пойдем. Дела у Лини явно идут в гору. Недавно купил дом. А сейчас и машину. А что у нас? Если мы не придумаем что-то, скоро придется закрыться. Можно аккуратнее? Извините, я спешу. А, госпожа Лю, здравствуйте. Осторожно. Ах да. Спасибо, Синью. Не за что. Осторожно. Слушай, Синьюй, а как у тебя торговля? Так же, как и всегда. Синьюй. Да. Вы с мужем честные люди. Но согласись, в бизнесе честность иногда мешает. Я давно говорила, что с вашей прямотой вы никогда много не заработаете. Тебе нужно быть гибкой. Госпожа Лю, я понимаю, о чем вы. Но продавать низкопробщину, простите, но совести не позволяет. Совесть? А сколько она стоит? В наше время, если вести бизнес по совести, то можно разориться. Ради чего мы каждый день так стараемся? Сама посуди. Разве не ради заработка? Мы тоже хотим заработать. Но ведь надо же... Что надо? Мы же никого не раздеваем. Просто хотим увеличить прибыль. Что здесь такого? Одни хотят заработать, а другие не против, чтобы на них заработали. Все честно и по обоюдному согласию. В наше время деньги — это главное. Кого волнует, как ты их зарабатываешь? Синьюй, посмотри на эти купюры. Ты можешь определить, какую я заработала с чистой совестью, а какую нет? В нашем мире все так делают. Не выживешь, если не сумеешь приспособиться. Дядя вот-вот пойдет в школу. Тебе скоро понадобится гораздо больше денег. Если тебе на себя наплевать, ты хоть о дядя подумай. Спасибо. Приходите еще. Прошу прощения. А, Синьюй. Я возьму эти. Да, конечно. Я же говорила, хорошо продаются. Я возьму этот. Спасибо вам. Хорошего дня. Директор Таня, позвольте представить. Директор Таня, познакомьтесь, господин Таня. Господин Таня, я надеюсь, ваше правительство. Конечно, есть. Посмотрите вот эту. Что скажете? Пожалуйста. Здравствуйте, господин Таня. Хорошо. Я возьму оба. Вам очень идет. Оплатить можно здесь. Юань-Юань, посчитай со скидкой. С бельем из чистого хлопка я гарантирую вам крепкий сон. Да-да, конечно. Хорошо, до встречи. Спасибо. Ну, я пойду. Пожалуйста. Приходите еще. Обязательно. Эта юбка очень стройнет. Удачный крой. Вот эти стразы – ручная работа. А другие модели есть? Да. А посмотрите это. На вас будет хорошо смотреться. Я такое не ношу. Но это наша лучшая модель. Ты не умеешь одежду выбирать? У тебя ужасный вкус. Как можно такое предлагать? Вот это посмотрите. Акция. В этом году это самая популярная модель. Здравствуйте. Позвольте вам предложить. Отличный пошив. Материал высокого качества. К тому же модель эксклюзивная. У нее уникальный дизайн и цвет. А цена вполне доступная. О, цена меня не волнует. Прошу. Я не ношу ширпотреб. Такого больше ни у кого нет. Вот, приложите. У вас такая белая кожа. Этот цвет подчеркивает благородство. Давайте примерим. Да. Сюда, прошу. Так, я и знала, что сядет. Эта блузка будто для вас была пошита. Такую стоит носить, только с вашей фигурой. Я мало кому ее предлагаю. Хорошо, я ее возьму. Прошу, сюда. Надеюсь, вы еще к нам зайдете. Как вы так умеете? Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. На, положи это на место. Нужно поучиться у госпожи Ван. Господин Тань, вы знаете, как сейчас продается пуховое одеяло? Ваши условия… Хэй Фэн. Если тебя не устраивает, предложу кому-то другому. Подождите. Вы заботились о нашем бизнесе? Как вам отказать? Ну, дайте и мне хоть немного заработать. А? Давай поступим вот как. Постой. При такой низкой цене мы никогда не заработаем. Да еще и в проценты. Он сказал… Главное – это хорошая упаковка и ткань. И можно сэкономить на пухе. Но качество пострадает. Так вести дела мне совесть не позволяет. Хэй Фэн. Может, тебе стоит отказаться? Легко сказать. Вести бизнес становится все труднее. Мы не можем позволить себе обидеть такого важного клиента. Кроме того, сейчас все так ведут бизнес. У нас и выбора-то нет. Здравствуйте. Добро пожаловать. Позовите хозяина. Извините, по какому вопросу? Подождите минутку. Вот она. Здравствуйте. Чем могу? Вы продали это моей сестре. Вы продаете поддельный товар. Хотите, чтобы вас закрыли? Что вы на это скажете? Вы напрасно горячитесь. У нас только фирменные вещи. Фирменные? У меня подруга в модном бизнесе. Она с первого взгляда определила обман. Модель прошлогодняя. А цена 800? Форменное надувательство. Госпожа, в мире много брендов. Ваша подруга должна быть ошиблась. Ты еще и пререкаешься. Что это еще такое? Не признаешься? Спасибо. Спасибо. Эй, приятель. Так как тебе не стыдно? Не успокойся. Я тебе не приятель. Вы кто? Я хозяин. Хозяин? Если какие-то проблемы, мы все обсудим. Я получу деньги обратно? Только не надо. Не торрес, не торт мой магазин. Сейчас же верни мне мои деньги. Я уже не хочу. Может, пойдем отсюда? Пошли отсюда. Неудивительно, что они так дешево продают. Раз вы возвращаете покупку, я вам деньги верну. Хоть этот скандал отразится на моем бизнесе. Надо же, за бизнес переживает. О чем ты раньше думала, когда продавала подделки? Канчайте разглядывать. Тут одни подделки. Я, наверное, не буду здесь ничего покупать. Пойдем. Заявляют о добросовестном бизнесе. Прошу с этого, не вернемся. Хай Фэн, мы уже несколько лет обманываем покупателей. Да, скопили денег. Только мне часто становится неловко. От того, что я поступаю не по совести. В бизнесе тоже нужна честность. Нельзя обманывать людей ради своей корысти. В конце концов, когда-то все вскроется. И тогда бизнесу конец. Я тоже об этом думал. Мы жили по законам бизнеса, но на сердце было неспокойно. Но если нам честно вести бизнес, то много не заработать. А со взятками чиновникам нам вообще ничего не останется. Как тяжко. Капитан Зон. В 800 юаней. Там много такого товара. На большой штраф пока не тянет. А тогда какой интерес? Капитан Зон. Это не все. В партии пуховых одеял, которые Чэнь Хай Фэн продал компании Жун Цэн, точно найдутся несоответствия. Серьезный проступок. И штраф тоже. Вот как. Рассказывайте. Понимаете. Капитан Зон. Капитан Зон. В чем дело? Нам сообщили, вы продаете одеяло ненадлежащего качества. Расследование это подтвердило. Вот результаты экспертизы. Ознакомьтесь. Нам также сообщили, что некоторые товары поддельные. Это так? Мы все проверим. Всем освободить помещение. Не мешайте выполнять служебные обязанности. Упакуйте весь этот контрафакт. Все на выход. Сложите все в коробки. Быстрее. Упаковать все. Капитан Зон. Это недоразумение. Не да, Капитан Зон. Я обязан отреагировать на обращение. Может, вы кого-то обидели? Не снимите те навесу. Ноноси все отсюда. Шевелись. Быстрее. Это в коробке. Давай, не мешки. Вы двое, наверх. Капитан Зон. Помогите мне. Пожалуйста. Обещаю, в долгу не останусь. Да. Только в этот раз… Не принимайте меры. Распоряжение из управления. Я исполняю приказ. Кстати, ваша лицензия номерная. Подпишите. Снимите разрешение на торговлю. Грузите коробки в машину. Чэнь Хай Фэн, поедешь с нами в управление. Хай Фэн, Хай Фэн. Досмотришь. Пошли. Покажи. Девушки отдыхают Поделка Растущие мирские желания Жадность и похоть утопая В болоте греха С тревожным и тяжелым сердцем Я не могла избежать Бесконечной тьмы Мирские богатства Удовольствия на миг Скрыть не могли Пустоту внутри Скажи, ну почему так тяжело Быть в жизни честным? Ну что же это за миг Где люди так лукавы? Скажи, кто может спасти меня? Алло, Дзяинь? Что? Ты вернулась? Хорошо, тогда увидимся На встрече выпускников Знаешь, о моих делах Так сразу и не расскажешь Сначала пытались вести бизнес честно Работали без устали А прибыли не было А люди, что торговали подделками Богатели Нам казалось, что это жуткая несправедливость Ну да Заниматься бизнесом без обмана невозможно Мы устали от бедности И стали жить по законам бизнеса Нам удалось заработать какие-то деньги Но мы чувствуем себя не в своей тарелке Из-за жесткой конкуренции И вечных склок в этой сфере Нелепых налогов КПК И поборов чиновников Бизнес приносит не радость А только горечь Да, за эти годы Жизнь тебя потрепала Раньше люди с деньгами Вызывали у меня восхищение Я думала, что деньги принесут мне счастье И вот у меня деньги есть А счастье как не бывало Да Вместо этого пустота и боль Иногда я спрашиваю себя Как вырваться из этого порочного круга Как обрести смысл в жизни Синьюй, ты все верно сказала Я испытала то же, что и ты Да? Мы с мужем пробовали открыть транспортную компанию и ресторан И натерпелись бед Где правит КПК, там нет ни честности, ни справедливости Где продажные чиновники и взяточники, там правят деньги и власть Верно В Китае невозможно прокормиться честным трудом Делать то, к чему лежит душа Нужны связи Нужно уметь решать вопросы Приходится давать взятки чиновникам и поступать нечестно Простому человеку не выжить Раньше я думала Почему в мире столько зла? Где отыскать честность? Потом я обрела веру Прочитав много Божьих слов Я нашла в них ясные и практические ответы на многие жизненные вопросы И тогда мне приоткрылась истина Я стала понимать суть человеческого мира Дяинь, то есть вера в Бога помогает нам во многом разобраться? Это замечательная весть Да В том году подруга мне благовествовала В самом деле? Да Она сказала небо, землю и все, что в них, включая людей, сотворил Бог И что Бог питает человечество Что Он управляет и повелевает судьбами людей И что Бог воздаст каждому по Его делам Какие это чудесные слова Мне хотелось поверить Но из-за бизнеса не было времени Решила отложить Надо же, ты меня опередила Да Дзэинь, ты сказала, что Божьи слова ясно раскрывают многие жизненные вопросы Расскажи поподробнее Сегодня у меня есть время Что в Божьих словах? Не хочешь обсудить это у меня в гостях? Отлично Я приду с Хайфеном Хорошо Пойдем Объяснишь нам все Конечно Синьюй, Хайфен, вы спрашивали Почему люди все больше развращаются И в чем причина нашей боли? Давайте сначала посмотрим, что об этом сказано в слове «Варьем» Созданные Богом Адам и Ева изначально были святыми людьми То есть, пока они пребывали в Эдемском саду, они были святыми И не были испорчены скверной Кроме того, они были верны Иегове И не знали, что такое предать Иегову Ведь их существование не нарушалось влиянием сатаны Яда сатаны у них не было И они были самыми безупречными людьми Они жили в Эдемском саду Не запятнанной, никакой скверной Не были одержимы плотью И жили в благоговении перед Иеговой Впоследствии, когда они подверглись искушению со стороны сатаны На них подействовал яд змея У них возникло желание предать Иегову И они стали жить под влиянием сатаны Рожденный на столь оскверненной земле Человек серьезно заражен обществом На него оказала воздействие феодальная мораль И обучение в высших учебных заведениях Отсталое мышление Развращенная нравственность Убогий взгляд на жизнь Презренная философия Абсолютно бессмысленное существование Безнравственный образ жизни и обычаи Все эти вещи глубоко внедрились в сердце человека Серьезно подорвали и разрушили его совесть В результате человек еще больше отдаляется от Бога И еще больше противится ему Даже услышав истину Живущие во мраке не задумываются над тем Чтобы применить ее на практике Как не склонны они искать Бога Даже узрев его явление Разве может столь растленное человечество Иметь шанс на спасение Разве может столь растленное человечество Жить в свете? Аминь Синь Юй Хай Фэн А давайте посмотрим два фильма С декламацией Божьих слов Хорошо Давайте Сатана развращает людей через образование И влияние государственной власти А также знаменитых и вытающихся личностей Их вранье стало частью жизни и природы людей Своя рубашка ближе к телу Это известная сатанинская поговорка Которая была привита каждому И которая стала частью человеческой жизни Есть и другие слова жизненной позиции Подобные этому высказыванию Сатана воспитывает людей Через прекрасное культурное наследие каждого народа Вводя человечество В поглощающую его бескрайнюю бездну погибели И в конце концов Бог уничтожает людей Потому что они служат сатане И противятся Богу Сатана через эти веяния общества Постепенно завлекает людей В логово бесово Дабы люди, увлеченные веяниями общества Сами того не осознавая Почитали деньги и стремление К материальному благополучию А также ратовали за зло и насилие Как только все это проникает в сердце человека Чем он становится? Человек становится дьяволом и сатаной Это из-за какой психологической склонности В сердце человека? Что почитает человек? Человеку начинают нравиться зло и насилие Таким людям не нравится красота или добро И тем более не нравится им мир Люди перестают желать жить простой жизнью Нормальной человечности Вместо этого желают обладать высоким положением И множеством богатства Чтобы упиваться удовольствиями плоти Не жалея сил ради удовлетворения своей плоти Без всяких ограничений, без удержи Иными словами Делая все, что им заблагорассудится Таким образом Человек становится все более порочным Надменным Высокомерным Эгоистичным И злобным Между людьми более нет уз дружбы Между родными нет более любви Нет больше взаимопонимания между родственниками и друзьями Человеческие отношения становятся полны обмана Наполняются насилием Все без исключения Помышляют о том, как жить среди людей Путем обмана И насилия Люди друг у друга отнимают кусок хлеба Добиваются положения и выгоды Используя насилие Всего, чего захотят Они добиваются насильственными и порочными путями Не ужасно ли это человечество? Сколько в этих словах мудростей Да Так наше общество и устроено Люди обманывают и используют друг друга Из-за денег и личных интересов Это так Эти слова ясно показали, в какой тьме наше общество Да Но я не все понял, к сожалению Расскажи подробнее Да Хорошо Современный мир столь мрачен А в людях столько зла И первопричина всему – развращение сатаной Сатана изначально обольстил людей с помощью лжи Люди поверили в ложь сатаны Предали Бога И стали жить под властью сатаны Сатана тысячелетиями использует абсурдные теории Сочиненные бесовскими правителями Великими мужами и знаменитостями мира сего Чтобы вредить человечеству Играя такими вещами, как атеизм, материализм, эволюция И внушая нам, что Бог не даст нам избавления Судьба человека в его руках Человек сильнее природы Сам о себе не позаботишься Никакой Бог не поможет Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше Что может быть важнее денег и так далее Эти крылатые фразы очень популярны в обществе Верно Сатана, используя государственную систему образования Культурное наследие и СМИ Постоянно насаждает людям эти порочные теории Приняв эти сатанинские яды и принципы Люди отрицают существование Бога Отказываются верить в Божье владычество В то, что Бог дает человеку все необходимое И уж тем более, что Бог этап за этапом Совершает труд искупления и спасения человечества И постоянно ведет его дальше Люди ненавидят исходящую от Бога истину И отвергают Божье спасение Променяв его на сатанинскую философию и логику Которые все больше разлагают человечество Заставляют поклоняться деньгам, известности и статусу И ради всего этого бороться друг с другом Плести интриги, грызться и убивать Вплоть до того, что родители и дети, мужья и жены Предают друг друга, поливают грязью И даже становятся врагами Скажите, когда люди так живут Даже получая при этом то, что хотят Испытывают ли они радость или счастье? Никогда Верно Когда люди предают Бога, не слышат Его И живут ложью сатаны Они оказываются во власти сатаны, который развращает и губит их В этом и есть корень их пустоты и боли Знаешь, раньше эти крылатые фразы были для меня девизами Но сейчас я увидел их лживость Да Твои объяснения показали всю их нелепость и даже пагубность В бизнесе так же Раньше вывеска «Честность со всеми клиентами» что-то значила Но сегодня забыли о совести Не важно, какого цвета кошка, лишь бы мышей ловила Ты чего-то стоишь, пока зарабатываешь, а способ не важен Выходит, в мире столько зла Потому что сатана развратил человечество Верно Особенно в Китае Бесовская КПК всегда правила с помощью лжи Ее девиз Ложь, повторенная десять тысяч раз, становится истиной В китайском обществе царит ложь, насилие и обман Это настоящий Вавилон Повсюду взяточничество, коррупция, слияние денег и власти, распри и насилие Посреди порочных веяний этого мира, которыми заправляет сатана и бесовские правители Люди подвергаются внушению и следуют веяниям общества Пока в конечном счете не поглощаются целиком и не оказываются в гиенне Библия пророчит в последние дни великие бедствия, которые уничтожат развращенный род людской Мы живем в последние дни И Бог пришел к людям сказать истину и спасти нас Открыть людям тайны Божьего плана управления для спасения человечества и тайны жизни Показать, как сатана развращает человечество, как Бог спасает человечество К чему человек должен стремиться Какой исход ждет нас, какое нам предназначено пристанище, а также многое другое Если мы предстанем перед Богом и будем читать Божье Слово, то поймем истину И ясно увидим подлинное обличие человечества Мы научимся отвергать сатану и его абсурдные теории И станем жить Божьим Словом Мы обретем Божье благословение и защиту, и Божье спасение И уцелеем в великом бедствии Синьёй Хай Фэн Не правда ли Божьи слова и работа в последние дни – это чудесные новости для нас? Верно Да Твои пояснения открыли мне истину Или люди верят в Бога, или терпят зло от сатаны Лучше верить в Бога Слава Богу Да И раньше я знала, что Бог существует А после Его слов ушли последние сомнения Бог может спасти человечество, избавить нас от мучений Мне так нужно верить Слава Богу, это чудесно Да Без веры наши сердца останутся пустыми Нам всем нужно поверить в Бога Слава Богу Как чудесно День Та книга, что ты читала, это и есть Божье слово? Да Это Божье изречение и слова для всего человечества В самом деле удивительные слова Можно взять, почитать эту книгу Нам многое неясно Но если будем читать Божье слово, то нам прояснятся мирские вещи И мы сможем понять, как верить в Бога Синь Юй Синь Юй, ты права Синь Юй, ты права Синь Юй, ты права Ты словами своими Открыл сердцем моего дверь И я вновь вернулся к тебе В последнее время на собраниях с братьями и сестрами Я вижу, как они стремятся быть честными Если солгут, то молятся Богу Они могут открыться и исправить ложь Они живут с такой свободой Я восхищаюсь ими Да Уверовав, мы стали капельку лучше И не обманываем людей, как раньше Но не всегда можем устоять перед искушением Когда я думаю об этом, чувствую себя очень виноватой Знаешь, недавно мы обсуждали Божье слово о честности Я думаю, это очень важно Может, почитаем и обсудим этот вопрос? Хорошо Всемогущий Бог говорит Вам надобно знать, что Богу нравится честный человек Бог верен по своей сути А потому Его слову всегда можно доверять К тому же, Его действия безупречны и неоспоримы Вот почему Богу нравятся те, кто абсолютно честен перед Ним Честность означает, что ты отдаешь свое сердце Богу Никогда не фальшивишь пред Ним И во всем открыт перед Ним Не таешь правду Никого не обманываешь И не кривишь душой, заигрывая с Богом Короче говоря, быть честным Значит воздерживаться от скверны в своих делах и словах И не обманывать ни Бога, ни человека Поступать как нормальный человек Значит говорить последовательно Да означает да, а нет означает нет Говори по делу и уместно Не обманывай, никогда не лги Мое царство для тех, кто честен, а не лицемерен и лукав Искренние и честные люди не пользуются популярностью в мире, не так ли? У меня же совсем наоборот Именно честные люди и приходят ко мне Такого рода люди мне отрадны Так же такие люди мне нужны Именно это и есть моя праведность Какой в конечном счете окажется судьба человека Всецело определяется тем Честное и алое ли у него сердце в груди И чиста ли, и непорочна его душа Если ты человек весьма нечестный Если в твоем сердце есть злоба Если у тебя нечистая душа Тогда тебе судьбой написано быть там Где человек претерпевает наказание Если ты заявляешь о своей честности Но ты никогда не в состоянии поступать по истине Или говорить слово истины То как ты можешь ждать вознаграждения себе от Бога? И ты еще уповаешь на то, что Бог будет беречь тебя Как зеницу своего ока? Ну не абсурдно ли думать подобным образом? Ты во всем обманываешь Бога Как же дом Божий потерпит такого, как ты, чьи руки нечисты? Когда мы говорили об этом месте в Божьем слове, я почувствовала себя очень виноватой Особенно, когда я читала вот это Вам надо было знать, что Богу нравится честный человек Бог верен по своей сути А потому Его слову всегда можно доверять К тому же, Его дела безупречны и неоспоримы Вот почему Богу нравятся те, кто абсолютно честен перед Ним Я поняла, что Бог свят и верен Бог любит честных людей и ненавидит лживых Царство Божье только для честных людей Лжицы и обманщики не войдут в Царство Божье Последние годы мы зарабатывали с помощью лжи и обмана Мы обманывали покупателей, переступая через нашу совесть Иногда нас уличают во лжи Но мы лишь припираемся, пытаясь ее скрыть Какими же мы были бесстыдными Где наш характер, наше достоинство? Хайфен, если мы не изменимся Нас ждет погибель и уничтожение Мы не можем зарабатывать грязные деньги путем обмана Мы должны стать честными людьми, как требует Бог Так мы сможем жить в мире и спокойствии И обретем Божью защиту и благословение Все правильно Бог требует, чтобы мы были честными Мы должны Ему подчиниться Да Чтобы заработать денег, мы оба научились лгать и обманывать А люди не должны этого делать Но знаешь что? Мы верим в Бога, стремимся к честности Но Мы можем быть честными в церкви Но я не думаю, что это возможно в миру Это темное общество Если не сжульничаешь, то ни гроша не заработаешь Но если я не могу быть честным Мне становится не по себе И Бог презирает меня Я вижу противоречия Я тоже думала на эту тему Сейчас в бизнесе трудно Если мы все будем делать по совести То иногда нам может не хватать денег Но зато это будет богоугодное дело Если мы будем жить в соответствии с Божьим Словом То сможем избавиться от сатанинского характера Уберечься от сатаны и обрести Божье спасение Я же права? Если мы будем продолжать работать так же, как и раньше Если будем лыгать и обманывать людей То так и не состоимся, как люди Не очистимся В вере в Бога не обретем спасения И не сможем войти в Царство Божье Верно Если мы верим, то должны быть честными А не будем честными, не обретем спасения Зачем же тогда верить? Да Слава Богу Слава Богу Я думаю, что такое общение очень полезно Если будем следовать таким путем То удостоимся Божьего одобрения Чему ты так радуешься? Хорошим новостям Вот Фабрика Вэйхуэ Электроникс хочет заказать 300 шерстяных объемов? Фантастика Взгляни на это На этот раз заказ от господина Вэя у него немного дешевле Мы никогда раньше не имели дела с господином Вэем Надежный ли он клиент? Хайфэн, синьюй Здравствуйте Госпожа Лью Угощайтесь кофе Спасибо Угощайтесь Вы разговариваете, у меня переучивать Да, да, конечно Здравствуйте Привет Синьей Да Хочу попросить тебя об одолжении А каком именно? У меня проблемы с последней партией обуви Никак не могу ее продать В день образования КНР обычно распродажи Поможешь мне избавиться от обуви через свой сайт? Говори, что-то не так? Госпожа Лью, мы больше так не продаем Мы стремимся честно вести наш бизнес Так мы завоевываем доверие покупателей И совесть наша спокойна Совесть? Синьей С тех пор, как ты уверовала в Бога У тебя появились такие высокие идеалы А, госпожа Львовна, не буду тебя беспокоить. У вас кашель так и не прошел, может, вам обратиться к врачу? Да что такое с этим, Вэйр? В чем дело? Так и не отвечает? Поехали к нему в магазин. Поехали. Это не так! 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 Простите! А что здесь происходит? Да! И вы не получили оплаченный товар? Да! Вот и я тоже! И все! И все! Почему? Эй, до сих пор не открыл свой магазин! Давай! Ваше реактиво говорите! Эй, эй, прекратите стучать! Вэйй Гроб, он проиграл все деньги! Его тут давно нет! Что? Он сбежал? Грустно! Ужасно! Что он такое? Они уже закрылись! В чем дело? Как сбежать? Не может быть! Как? Мои двадцать тысяч и они вот так и пропали? Теперь он должен больше ста тысяч! Это твой чудовище! Эй, кошмар! Ужас! Вэй заказал у меня сотни шерстяных одеял! И заплатил только треть цены! Давай не будем! Он меня подставит! Простите! А? Меня зовут Хай Фэй. У вас есть пуховое одеяло? Да! Не случайно подслушали ваш разговор. Можно посмотреть? Пожалуйста! Господин Гао, сколько их у вас? Где-то сто пятьдесят. Этого мало? Да, господин Гао, у нас завтра поставка. Найдете еще? Нам очень нужно еще сто пятьдесят. Пожалуйста. У меня закончился материал. Можно что-то придумать? Да, есть еще варианты. У меня есть другая партия. Может, вам подойдет? Думаю, нам стоит взять вторую партию у господина Гао. Хоть какой-то выход. Но товар некачественный. Мы поклялись Богу быть честными людьми. И снова поддаемся искушению. Как нам удостоиться Божьего одобрения? Нужно придумать другой вариант. У нас завтра поставка. Какой у нас остается выход? Мы хотим быть честными людьми, но это чрезвычайное обстоятельство. Если не выполним условия договора, то уплатим пенни. Синьей. Ты знаешь, мы обычно не продаем подделки. Если иной раз придется, ничего страшного. Ладно. Но только в этот раз. Впредь больше никогда. Да. Алло. Да. Что? Рак легких? Все эти годы я только и думала, что о деньгах. Я немало заработала. Но не думала. Госпожа Лю. Я заработала много грязных денег. И эту болезнь в придачу. Госпожа Лю. Синьей. Да. Когда в двери стучится смерть, ты вдруг все понимаешь. На все деньги мира не купишь счастья. Синьей. Пойдем. Болезнь заставила госпожу Лю признать правду. Хай Фэн. Онкология госпожи Лю – это предупреждение для нас. Да. Мы должны быть честными людьми и не поступать против совести. Да. Меня сильно беспокоит то, как мы провернули сделку с господином Вейхоа. Может быть, нам стоит отозвать товар? Как отозвать то, что уже поставлено? Ты хочешь, чтобы я сказал им правду? Мы восполнили недостачу некачественным товаром. Поступили нечестно. Как мы скажем об этом Богу? Вейхоа может не только потребовать компенсации, но даже подать на нас в суд. Вот тогда жди беды. Давай в этот раз просто помолимся Богу, сознаемся в наших грехах и поклянемся так не делать. До свидания. Вейхо! Вейхо. Вейхо. Эй, еще не спишь? Хай Фэн. Да. Я почитала Божье Слово и хочу поделиться с тобой. Давай. Всемогущий Бог говорит Думаешь, тебе ничего не будет, если ты обманом выманил у кого-то деньги? Думаешь, если ты мошеннически выманил у кого-то деньги и присвоил их, это останется без последствий? Так не бывает, и все влечет за собой последствия Независимо от того, кто эти люди и верят ли они в существование Бога Каждый человек должен понести ответственность за свои поступки и принять последствия своих дел Если в будущем вы станете обманывать и криводушничать, то не притворяйтесь, что не понимаете Это только усугубит вину, поскольку будет сознательным нарушением В результате вас опалит огнем или еще хуже Вы погубите себя, вы должны понимать Ради своей судьбы вам надлежит стремиться обрести одобрение Божье Иными словами, поскольку вы признаете, что исчислены среди Дома Божьего Значит, вам надлежит приносить спокойствие Богу и угождать Ему во всех делах То есть вы должны быть принципиальными в своих делах и согласовывать их с истиной Если это за пределами твоих возможностей, тогда тебя с отвращением отвергнет Бог И всякий человек отторгнет тебя Если ты попадешь в такую немилость, то ты не сможешь быть причислен к Дому Божьему Вот что подразумевается под неодобрением Божьим Прочитав это, я поняла, что Божий характер праведен, свят и не терпит поругания Бог всегда воздает человеку по его делам Мы зарабатывали деньги ложью и обманом Это коварно и двулично Богу такое ненавистно Обманщики – это не люди, а бесы И после смерти они отправляются в ад Хай Фэн, нам нужно покаяться Если пойдем на компромисс, то как сможем избавиться от нашего развращенного характера? Ты права Мы сознательно поступили с истиной Это грех поругания Божьего имени Мы должны жить поистине и быть честными Слава Богу Давай сходим к господину Лю на фабрику Хорошо Я доверил этот заказ вам А вы подсунули мне некондицию Господин Лю, поверьте, мы сожалеем И предоставим вам товар соответствующего качества И выплатим компенсацию за нарушение договора Да Мы берем на себя всю ответственность Правда Шеф, машина ждет Ладно, обсудим это завтра Мне нужно решить неотложные дела Сладкие хрустящие яблоки Мы возьмем немного Отлично Брат Да На собрании много людей Будь начеку Конечно Возьмите деньги Спасибо Свежие фрукты Я не знаю, что будет после того, как я сказала господину Лю правду Но мне стало легче Слава Богу Жить поистине, вот источник мира и радости Да Недавние события показали мне, что у меня малый духовный рост Я знаю, Бог любит честных людей и презирает обманщиков Люди должны говорить то, что имеют в виду, и иметь в виду то, что говорят И в молитве я клянусь Богу быть честной Но когда дело касается личных интересов, почему я невольно обманываю других? Пожалуйста, поговорите со мной об этом Хорошо Конечно Если наши представления о цели в жизни не изменились, и мы стремимся к материальной выгоде, то жить поистине непросто Да Да Абсолютно точно Да Согласна Братья и сестры, это правда Дело в сатанинской природе людей и представлениях о выживании Об этом очень ясно сказано в Божьем Слове Давайте об этом прочтем Да Да С деньгами и кляча поскачет Это сатанинская философия И она преобладает в каждом человеческом обществе Это можно назвать веянием Поскольку заложенная в этой поговорке философия впитана каждым Она в сердце каждого человека Ты все меньше возражаешь по поводу этой популярной поговорки И в конце концов признаешь ее как истину И твое сердце оказывается полностью во власти сатаны Поэтому, сам того не ведая, ты начинаешь жить по его указке До какой же степени повлияла на тебя эта поговорка Возможно, что ты знаешь правильный путь, что тебе известна истина, но ты не в силах стремиться Вполне возможно, что ты хорошо знаешь Слово Божье, но не желаешь платить цену Не желаешь пострадать, чтобы заплатить цену Ты скорее пожертвуешь собственным будущим и судьбой Но будешь идти против Бога до самого конца Что бы ни говорил Бог Что бы ни делал Бог До какой бы степени ты не осознавал глубину и величие Божьей любви к тебе Ты, тем не менее, упорно стоишь на своем И расплачиваешься за эту поговорку То есть, эта поговорка уже управляет твоим поведением и твоими мыслями И ты предпочитаешь, чтобы твоя судьба зависела от этих слов Но не готов отказаться от всего этого Люди так и делают Данная поговорка управляет и манипулирует ими Разве это не результат развращения человека сатаной? Разве не таким образом укореняются в твоем сердце философия сатаны и его растленный характер? Амин Своя рубашка ближе к телу Корень проблемы находит свое выражение уже в одной этой фразе Логика сатаны стала жизнью людей И что бы они ни делали, они делают это только для себя Все люди считают, что к своему рту ложка ближе Это просто так устроен мир Поэтому каждый должен жить только ради себя Бог помогает тому, кто помогает себе сам В этом жизнь и философия человека И эта фраза также объясняет натуру человека На примере данного утверждения обнажается сатанинская природа Оно полностью ее олицетворяет Данный яд становится жизнью человека И фундаментом его существования Тем самым, в течение тысяч лет Неизменно управляя развращенным человечеством Все, что делает сатана, он делает для себя Он хочет превзойти Бога И избавиться от Него Хочет сам обладать властью и всем, что сотворил Бог Развращенный сатаной Человек стал надменным и кичливым Эгоистичным, низким и коростолюбивым Потому-то природа человека – это природа сатаны Слава всемогущего Бога раскрывают Как сатана развращает человечество Как сатанинские философии и яды становятся человеческой природой Верно Почему человечество так порочно и развращено? Потому что философия и яды сатаны проникают в сердца людей И становятся человеческой природой Всемогущий Бог так же ясно говорит о том, что человечество крайне развращено Это позволяет нам увидеть, насколько мы обольщены сатанинскими философиями и ядами Да Это так Например, своя рубашка ближе к телу Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше Главное в жизни – это деньги И деньги – это не все, но без них ты ничто Да Еще Не подмажешь – не поедешь Убийца платит жизни за жизнь А тот, кто подталкивает к погибели – нет Да Конь без ворованной травы не жиреет А человек без тайных денег не богатеет Да Верно Мы часто слышим и используем эти выражения, не так ли? Да Даже подумать страшно Да Ну, конечно Я сколько раз это говорю Как опасны эти заблуждения А это означает, что сатанинские философии и яды проникли в мышление и покорили природу человека Извратив представление людей о жизни и жизненных ценностях Вот как сатана развращает человечество Верно Да Сегодня все человечество поклоняется богатству, почету и положению И погрязает во грехе Все стали более алчными, хитрыми и злобными В погоне за деньгами и выгодой люди клевещут и жульничают Да, и как часто Кого сейчас волнует доверие или репутация, не говоря уже о совести и достоинстве? Верно 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 У развращения, произведенного философиями и ядами сатаны, есть последствия Да, истинно Да, истинно Да, истинно И я поняла В беде я не могла жить поистине, потому что я была во власти ядов сатаны Да, это точно Как мне устранить развращенный характер и свою коварную, алчную сатанинскую природу? Давайте об этом поговорим Да Давайте еще послушаем Да Прошу вас Чтобы решить проблему сатанинской природы и характера человека, всемогущий Бог говорит истину и вершит работу суда в последние дни Верно Всемогущий Бог возвестил аспекты истины о том, что есть истинное, а что ложное, что хорошо, а что плохо, и как Бог очищает и спасает человечество, чтобы мы могли постичь истину, различить добро и зло, избавиться от нашего сатанинского характера и жить, как подобает настоящему человеку Аминь Многие люди прошли через Божьи суды, обличения, испытания, переплавку, неудачи и разочарования и увидели, почему люди грешат Потому что приняли философию и яды сатаны, породившие в них сатанинскую природу, которая делает их надменными, алчными и коварными и принуждает их грешить и погружаться во тьму И теперь они презирают сатану, его логику, принципы и крылатые фразы Да Они видят, что только истина может очистить людей и стать их жизнью, и что только Бог может спасти человека и дать ему пристанище Аминь Слава Богу И потому они принимают Божьи суды и обличения, становятся на путь веры в Бога, который ведет к спасению Это результат прохождения через суд Божьими словами Аминь Да, и только этот путь ведет к спасению Замечательно Да, слава Богу Испытав суд Божьего слова, мы ясно увидели, что мы глубоко развращены сатаной Мы по природе коварны, себелюбивы и алчны Но если мы примем истину, то сможем изменить характер своей жизни Аминь Слава Богу Вы все знаете, раньше я торговала аппаратурой Чтобы больше заработать, как и все остальные в этом бизнесе, я перешла на поддельный товар И кое-что скопила Уверовав в Бога, из-за угрызения совести, я исправилась Я прочитала Божье слово Бог по своей сущности верный, Он любит честных людей, и только честные смогут обрести Божье спасение Да Поэтому я поклялась Богу заниматься бизнесом честно И не обманывать покупателей Слава Богу Но иногда поступали крупные заказы И из страха потерять клиентов, сорвать договоры Я скатывалась до подделок Каждый раз я давала клятву, отрекалась И снова лгала Богу Мое сердце наполнялось тьмой Моя совесть скорила и винила меня А в молитве мне нечего было сказать У меня было то же самое, а что дальше? Да Дальше Два клиента обнаружили, что я поставляла им контрафакт и потребовали компенсацию Они обвиняли и оскорбляли меня Я мучилась и каялась И поняла, что это было Божье вразумление, что я получила по заслугам Поэтому я помолилась Богу Призналась в грехах И поклялась больше не поступаться совестью или истиной Слава Богу Молодец Братья и сестры прочли мне Божьи слова о моем состоянии Научили притворять Божьи слова в жизни Прочитаете нам тебя? Прочитаете? Да Сестра Джей, можно я прощу? Конечно Существует простейший способ освободиться от этого состояния Нужно проститься с прежним образом жизни И с прежними жизненными целями Подвести итоги и проанализировать свой прежний образ жизни Философию, стремления, желания и идеалы А затем сравнить их с волей Божьей и Его требованиями к человеку И выяснить, действительно ли хоть одно из них согласуется с Божьей праведной волей И с Божьими требованиями, действительно ли они основаны на правильных жизненных ценностях Ведут ли к лучшему пониманию истины и позволяют ли человеку жить с человечностью и подобием человеческим Постоянно исследуя и тщательно анализируя различные жизненные цели, к которым стремятся люди, их различный образ жизни Ты обнаружишь, что ничто из них не соответствует изначальному замыслу Творца при создании человечества Все они отдаляют людей от владычества и заботы Создателя Все это ловушки, в которые попадает человеческий род и которые ведут его в ад После признания этого твоя задача заключается в том, чтобы отбросить старый взгляд на жизнь Держаться подальше от ловушек, позволить Богу распоряжаться твоей жизнью и обустроить все для тебя Стараться подчиняться лишь планированию и водительству Бога Не иметь иного выбора, кроме как стать человеком, поклоняющимся Богу Слава Богу! Замечательно! Теперь все прояснили Спасибо! Прочитав Божье Слово, я познавала себя Я знала, Богу нравятся честные люди, и лишь для них Царство Небесное Да И я клялась быть честным человеком Так почему же у меня не получалось? Почему? Да, все интересно Я отлично знала, что Бог презирает обманы жульничества Так почему же я не могла отречься от плоти? Чем же я на самом деле руководствовалась в жизни? Что же было дорого мне и к чему я стремилась? Тогда я увидела, что самое главное в жизни – это деньги Деньги правят миром Эти сатанинские философии и яды укоренились слишком глубоко в моем сердце Они стали для меня принципами, которые я ставила Превыше всего я верила в Бога Но лишь для того, чтобы обретать благословение Я слушала Божье Слово, не старалась принять истину и жить по ней Не сделала своим приоритетом Божьи требования Могла я называть себя верующей Вспоминая те годы, понимаю, что не жила по вере Меня заботило мое благосостояние Я заработала много денег И что с того? У меня появилось больше материальных благ Но в сердце не было мира Моя совесть часто корила и винила меня И я жила в пустоте и муках Да Это так Посмотрите на этих чиновников На богатых, известных людей У них есть положение, деньги Все мыслимое богатство Шикарные машины и особняки Но разве они не живут в пустоте и муках? Да Да В пустоте И еще как живут Чем больше у них денег и комфорта Тем более они растленны Ищут острых ощущений Предаются похоти Балуются наркотой И все чаще кончают самоубийством И все это факты Так и есть Это правда Я тут подумала Деньги, почет и положение Могут принести людям временные плотские радости Но истинного счастья Они вам не дадут И прекрасного пристанища Тоже не подарят Это верно Вот-вот наступит великое бедствие И если я так и не смогла принять истину И гоняюсь за деньгами Почетом и положением То тогда бог отсеет меня И меня ждет погибель Это ужасно Так и будет Ужасно Чем больше думаю, тем страшнее Я вижу, как глубоко сатана меня развратил Как глубоко укоренились во мне сатанинские философии, логика и принципы И стали моей природой Верно И если я не буду искать истину То не смогу очиститься от этого сатанинского характера И как тогда мне обрести спасение? Правильно Правильно Нам тоже стоит об этом подумать Ты абсолютно права Конечно После этого я помолилась Богу И поклялась начать новую жизнь Аминь Я также стала жить, как честный человек в согласии с Божьим словом Приняла надзор ока Божьего и перестала обманывать Иногда из других компаний приходили заказать поддельный товар, надеясь заработать Какое искушение Но я молилась Богу, искала истину И она открывалась мне в свете Божьих слов Это давало мне силы побороть искушение и соблазн Аминь Аминь Слава Богу Это замечательно Все хорошо Божье водительство Потрясающе Слава Богу Мои доходы снизились, когда я стала честно вести бизнес Но клиентов стало больше И что еще важнее Я обрела мир и спокойствие, даруемые честному человеку Аминь Я чувствую, что быть таким человеком благородно и порядочно Настоящее счастье – это чувствовать Божью защиту Аминь Я по-настоящему испытала, что Слово Божье может очистить и изменить человека Аминь Если поступать по Божьему Слову, а не жить по сатанинским философиям Мы избавимся от сатанинского развращения И обретем Божью защиту и благословение Слава Богу Да Это полезнее, чем я переживаю Божья работа Да Спасибо вам за вашу искать Слава Богу Спасибо вам за эту беседу Я узнала, как избавиться от алчности и лживости, свойственных моей сатанинской природе Верно В Божьей работе практически смысл Правда Слава Богу Только принимая истину и поступая по ней, мы сможем вырваться из рабства сатанинских философий И избавиться от нашего развращенного характера Аминь Лишь обретя истину и жизнь, люди могут спастись и получить Божье одобрение Да Слава Богу Как хорошо Я почувствовала, что испытать истинный мир и радость можно, лишь живя по истине и Слову Божьему Аминь Когда мы обретаем богатство, почет и положение, мы не становимся счастливей И в душе у нас по-прежнему пустота Слава Богу Я столько всего обрела сегодня, благодаря Божьему водительству Слава Богу Слава Богу Так и есть Слава Богу Абсолютно верно Для меня это тоже было очень полезно Я понимаю, что принял Божью работу, но только номинально Я по-прежнему тяготил к мирскому И не пытался искать истину Но теперь я ясно вижу, что в вере в Бога надо быть искренним Разумеется Принимать истину и жить поистине Избавиться от лживости, лицемерия И стать честным, достойным Божьего одобрения Слава Богу Хорошо сказала Поступая как честные люди, мы получаем благословение Аминь Теперь мы знаем, как стать честными людьми Аминь Аминь Слава Богу Да Слава Богу Сколько замечательных Чудесно Для меня важно вести дела с честными людьми Вы сами признали ошибку и хотели ее исправить В наши дни это большая редкость К сожалению, таких людей не часто встретишь В общем, я даю вам три дня, чтобы восполнить недостачу подлинного товара И не буду предъявлять никаких претензий Спасибо, господин Лью В дальнейшем, если что-то понадобится, будем обращаться к вам Прекрасно Прекрасно Спасибо вам за доверие Спасибо Мы стараемся поступать, как честные люди И все меньше лжом Аминь Наши отношения с братьями и сестрами также стали более чистыми И мы можем говорить и сокровенным Да И это счастье Верно Даже неверующие считают нас честными и хотят работать с нами Да Верно Мне стало намного спокойней, я обрела мир Я тоже Слава Богу Слава Богу Как же это прекрасно Я на своем опыте убедилась, что Слово Божье – это истина Аминь Жить по Слову Божьему так чудесно Аминь Слава Богу Слава Богу Слава Богу Раньше мы думали, что быть честными в миру не получится Правда? Да Но теперь мы видим, что это представление нелепо, несостоятельно Живя по сатанинским философиям и принципам, мы воплощаем собой не человеческую, а бесовскую природу Точно Точно Быть честным человеком – это правильный путь Он дает нам Божье благословение Аминь Слава Богу Бог любит и благословляет честных людей Это правда Слава Богу Слава Богу Слава Богу Теперь мы это понимаем и мы изменились благодаря Божьему спасению Аминь 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 Братья и сестры, есть два места из Божьего Слова Прочтем их вместе Отлично Правильно Всемогущий Бог говорит Когда люди живут в этом мире, когда они живут под влиянием сатанинского возвращения, им невозможно быть честными Они могут стать лишней, чем в нашей жизни Так сможем ли мы существовать в этом мире, если станем честными, вытеснят для нас за наушников общества? Нет Мы будем жить как прежде Ведь мы не полагаемся на предательство Для того, чтобы есть пищу И лишать воздухом Вместо этого Мы полагаемся за грани и жизнь Данные Богом для жизни Просто мы Приняли истины Из Божьего Слова И у нас Новые правила жизни Новые жизненные цели Которые приведут к изменениям в основании нашей жизни Просто мы Меняем способы и средства Которыми Живем Чтобы поступать как угодно Богу И искать спасение Ничто из этого не надо Не относится к пище, одежде И жилищу для плоти Это наша Духовная потребность Аминь Слава Богу В будущем управление будет таким У тех, кто обретает Слово Иисус Божьих Будет путь, в котором они будут цельными на земле Будь они бизнесменами Или учеными Преподавателями Или производственными У всех тех, у кого Слово Божьих не будет Даже один шаг вызовет затруднение Они будут вынуждены Исходить с тянуть Вот что означает фраза С истиной ты обойдешься в своем мире Без истиной не дайте пищи Аминь Слава Богу Слава Богу